Протверей Андрей Ткачёв. Фома ошибся, а мы сегодня учимся на ошибке Фомы. Неделя Фомы определяет тему. Прежде всего, я бы хотел обратить ваше внимание на слова Евангелия. Там говорится, Фома же один из двенадцати, гологолевый близнец, имеющий прозвище близнец, небе тут с ними. Иван Леотеяна, двадцатая, глава, двадцатый стих. Это отсутствие Фомы с учениками может быть для нас уроком, поскольку самые главные события церковной жизни происходят в общине. Христианина в одиночку быть невозможно. Христианин получает благодать и разум, и помощь через общину. И веру, в конце концов, тоже получает. Христос основал церковь, и веру Он не дал каждому в отдельности, а дал Ее церкви. И церковь в веру живет. Если ты в церкви, то ты живешь в веру и церкви. Конечно, есть отдельные служения. Есть служение Моисея, есть служение Аарона, есть служение апостольское, есть служение пророческое. Это все понятно. В церкви есть дух один, но дары различные. Но дается благодать всем. Даже такой великий человек, как, например, Серафим Саровский или Сергий Радонежский, они в пустыне жили. Но если бы мы их спросили, ты свят без церкви? Ты свят без всех? Без тех, кто тут живут или там живут? Тебе все равно, как молятся в Москве или в Рязани, или в Калуге, или в Брянске? Он бы сказал, нет, мне очень не все равно. От их молитв я живу. Я живу их молитвами. Я живу молитвой церкви. Все, что церковь сказала, написала и сделала, это все меня питает. Все самый важный Бог совершает в церкви. И Фома должен был быть, как все, собранный вместе со всеми и получать знания со всеми вместе. А не где-то там ходить, а потом приходить. Так и некоторые у нас тоже имеют обыкновение приходить в церковь только на большие праздники. Вся жизнь проходит мимо них. Но если мы говорим о том, что Фома не был с апостолами вместе в храме, и это даже как бы упрек, тогда почему же праздник? Праздник потому, что все ошибки наши, все наши преткновения спотыкания на пути, все наши даже и грехи, между прочим, они могут превратиться в наши добродетели. Ошибки Господь превращает в плюсы. В математике любой минус легким перечеркиванием можно превратить в плюс. Плюс даже некуда превращать. И минус при воздействии в квадрат теряет минус. Какой бы ты минус ни был, но если тебя в квадрат возвести, возвысить тебя, умножить тебя, ты теряешь свой минус. Минуса исчезают, если Бог благословит. Ошибка была у Фомы. Его не было со всеми, а мы сегодня учимся на ошибки Фомы. И Фома говорит, я вам не верю. Здесь можно и ругать его, и хвалить. Вот сомнения были и у Фомы. Он сомневается в том, что говорили ему другие ученики. И Фома возражал, я не видел. Народная мудрость гласит, лучше один раз увидеть, чем раз, семь раз услышать. Многие не поверили бы на его месте тоже. Господь не очень хвалит Фому. Когда он ему явился, он сказал, смотри, то есть познай, осежи, ребра мои, руки мои, не будь неверен, но будь верен. Иван Гриотан, 20 глава, 27 стих. Но Фома здесь очень важен, очень ценен в том смысле, что не сразу верят, но уж когда поверил, тогда уж все, пошел до конца. И мы сами должны быть с вами осторожны и не должны стесняться в чем-то сомневаться. Присматривайся, кто тебе говорит, что тебе говорят, и как ты на это реагируешь. Думай, сравнивай, взвешивай, измеряй, но уж когда отрезал, до свидания. Жги мосты и не оборачивайся назад. Положившую руку на плуг и оборачивающуюся вспять не управлено в Царстве Небесном. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Фома сказал очень важные слова «Господь мой» и «Бог мой» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Мы эти слова тоже говорим. Мы, когда поем воскресную, песнь после Евангелия «Воскресенье Христово увидевшее», поклонив святому Господу Иисусу, там мы говорим «Ты, войси Бог наш, разве тебе, кроме тебя, и много Бога не знаем, имя Твое именуем». Это, если угодно, именно эти слова Фомы. Господь мой и Бог мой. Так что мы сегодня Фому не ругаем. Мы Фому в какой-то степени в его праздник хвалим. Не надо быстро верить, надо верить потихоньку, но навсегда. Если вам понравилось и было полезно, то ставьте лайк, это позволит показать эту статью как можно большему количеству людей. Вот эту статью только что мы с вами прочитали на сайте Протерея Андрея Ткачева. Помоги нам всем, Господи, и слышать, и слышанное преобразовать для пользы, ради спасения наших душ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова